Влюблённость Каким образом люди отличают влюблённость от любви? Некоторые не отличают, просто не умеют. Но когда люди влюблены, всё замечательно, а в реальной жизни может быть по-другому. Мне не нравятся какие-то его поступки, я с ними не согласна, а он терпеть не может что-то, что делаю я. Но мы закрываем на это глаза. Почему ты решила, что это не влюблённость? Даже толком не знаю, что это значит. Это такое радостное волнение, когда замирает сердце от того, что ты рядом с этим человеком. Но любовь – это когда хочется, чтобы этот человек стал частью твоей жизни. Думаю, влюблённость – это ближе к физическому влечению, хотя в то время ты думаешь, что это любовь. И только потом, когда ты действительно находишь любовь, ты понимаешь, что то была просто влюблённость. А с вами такое бывало? Да, постоянно. А вы знаете, чем отличается любовь от влюблённости? Нет. Когда найду любовь, тогда я вам расскажу. На предыдущем занятии мы начали проходить тест. Он предназначен для того, чтобы определить, любите ли вы по-настоящему или просто влюблены. Мы узнали, что нам просто необходимо знать разницу. И мы уже обсудили первые четыре критерия, по которым можно определить, любите вы или просто переполнены пылкими чувствами, которые называются влюблённостью. Это были критерии времени, знания, центра внимания и посвящённости одному человеку. А теперь достаньте свои учебные пособия и поехали дальше. Но прежде чем мы начнём, хочу вам кое-что напомнить. Влюблённость – это не что-то плохое, это не грех. Это просто чувства к привлекательному человеку противоположного пола, основанные на химической реакции. Но их нельзя путать с любовью. Ведь это может привести к тому, что вы свяжете жизнь не с тем человеком и обречёте себя на большие неприятности. Итак, откройте свои рабочие тетради и начнём. Пятый критерий – это уверенность. Любящий человек чувствует себя уверенно и доверяет любимому, ведь он знает, на чём основаны их отношения. У влюблённого человека уверенность обычно беспочвенная. Он не может трезво оценить отношения, а скорее выдаёт желаемое за действительное. Или же уверенности вообще нет. Часто это выражается в ревности. Если вы относитесь к другому, как к своей собственности, ревнуете, всегда хотите знать, где он находится, нервничаете, когда он разговаривает с человеком противоположного пола, значит, это влюблённость, а не любовь. Итак, L или V. Отметьте, шестой критерий – это труд. Любящий человек трудится ради другого или ради их общего блага. Этот труд может быть в том, чтобы хорошо учиться, чтобы любимый человек мог гордиться вами. У любящего большие стремления, он откладывает деньги на будущее и строит планы на дальнейшую работу. Он мечтает, и его мечты достижимы. Если вы любите, вы говорите, знаешь что, вот чего мы хотим достичь, так что давай постараемся. Я смогу оплатить учёбу, или мы будем откладывать деньги, или думаю, тебе стоит закончить учёбу, мы справимся. Когда вы любите, когда вы посвящены друг другу, вы трудитесь друг для друга. В противоположность этому, влюблённый человек теряет все стремления, теряет аппетит и интерес к повседневной жизни. Он предаётся мыслям о собственном несчастье, он часто мечтает, но его мечты, как правило, неосуществимы. Мечты владеют им, иногда вытесняя собой реальность. Человек начинает жить в мире иллюзий. У меня есть хороший приятель, молодой человек. Он часто бывал у меня дома. И вот он влюбился. Он решил, что любит девушку из города Феникс. Он начал покупать ей подарки на 100, 200, 300 долларов. Феникс очень далеко от нашего города. На машине туда ехать 11-12 часов, и то, если превышать скорость. Он часами разговаривал с ней по телефону, получал счета на 400-500 долларов. Иногда он вдруг отпрашивался с работы, садился за руль и проделывал 12-тичасовой путь, чтобы сделать ей сюрприз. Например, принести на работу букет роз или подарить дорогой подарок. А потом опять садился в машину и ехал 12 часов обратно. Это сумасшествие. Когда человек живет в мечтах и готов на все, что угодно, даю вам 100%, что это влюбленность, а не любовь. Седьмой критерий — решение проблем. Люди, которые любят друг друга, открыто признают свои проблемы и стараются их решить. Если есть препятствия для их брака, эти препятствия тщательно рассматриваются и устраняются. А если что-то нельзя устранить, возможно, они решают с этим смириться, но это должно быть осознанное решение. При влюбленности проблемы игнорируются или закрашиваются в розовый цвет. А как вы подходите к проблемам? Вот классический пример, как узнать, влюблены ли вы. Предположим, вы встречаетесь. Вам кажется, что ваши отношения становятся серьезными. Вы думаете, наверное, это она, или похоже, это он. И тут ваша мама или брат или близкий друг или духовный наставник указывают вам на какую-нибудь пустяковую проблему. Например, а ты понимаешь, что он на 25 лет старше тебя? Или, конечно, у него позади четыре развода, что указывает на большой потенциал, но... Или, например, ни у него, ни у вас нет ни копейки за душой, никаких видов на будущее, вы его как следует не знаете, никакого посвящения. Или вот еще мой любимый аргумент, не знаю, христианин ли он, но он говорит, что в душе он верит в Бога. Я понимаю, что по логике у нас ничего не выйдет, но мы ведь любим друг друга. Так? Это называется отрицание. Любящие честно признают свои проблемы. Если с чем-то они не могут справиться, они говорят, хорошо, мы пока отложим эту проблему, но будем помнить, что она есть, и что нам еще предстоит с ней разобраться. Ну а когда люди влюблены, какая еще проблема? Все чудесно. В или Л? Что вы поставите здесь? Номер восемь. Расстояние. Любовь обычно постоянно. Влюбленность часто проходит, если появляется расстояние. Помню один прекрасный период в своих отношениях с Терезой. Мы уже подошли к, так сказать, решающему моменту, и тут я уехал в миссионерскую поездку на Филиппины на полтора месяца. С утра, а иногда и вечером, у меня были матчи, и днем я проводил тренировки, а с одиннадцати до двух или трех дня у меня было окно. Я был так далеко от Терезы и даже не мог получить от нее никакой весточки. И именно в это окно я постоянно думал о ней, та ли эта девушка, что предназначена мне. Я не знал, и поэтому молился, молился и молился. И вышло так, что после полутора месяцев разлуки я любил ее больше, чем когда уезжал. И тогда я понял, что это не просто эмоции, не просто химические реакции, это Бог действовал в моем сердце. Не так давно я мог наблюдать, как мой сын ухаживал за девушкой. В прошлом декабре они поженились. Но перед этим она целый год была в Швеции, служила в организации Campus Crusade. Я видел, как он писал ей по обычной почте, по электронной почте, звонил. Я видел, как развивалась их любовь. Да, он ездил в Швецию, но только один раз. Любовь, не любовь, а это максимум, что он мог себе позволить. И вот я спросил его, «Арайан, ну как там дела?» И он ответил, «Папа, знаешь что? Конечно, это тяжело, что мы так далеко друг от друга, но в письмах мы с ней решили такие вопросы, которые, может быть, и не решили бы, если бы вместе ходили гулять и развлекались. Расстояние нас сплотило». А как с этим у вас? Как влияет на вас расстояние? Если оно укрепляет ваши отношения, тогда это, наверное, и любовь. Если же вскоре вы начинаете смотреть по сторонам и заглядываться на других людей, то это, скорее всего, влюбленность. Номер девять. Физическая привлекательность и контакт. Это очень щепетильный вопрос. Если люди любят друг друга, физическая привлекательность составляет относительно маленькую долю в их отношениях, но эта доля гораздо больше, если люди влюблены. Для любящих людей физический контакт, конечно, приятен сам по себе, но имеет подчиненное значение. Он выражает их чувства, их преданности, их заботу друг о друге. При влюбленности, однако, физический контакт – это самоцель, это действие, приносящее удовольствие и лишенное какого-либо иного смысла. И именно здесь наше общество полностью запудрило нам мозги. Люди спят друг с другом уже после первого свидания. Физический контакт начинается с самого начала отношений. Но если вы не следуете Божьему водительству в физических отношениях, вскоре вы утрачиваете способность слышать Его голос и в других сферах отношений. Итак, влюбленность основана на физиологии, поцелуях, ласках, всяких телесных удовольствиях. Если же у вас любовь, вы проявляете сдержанность и уважение. Когда вы начинаете держаться за руки, это уже говорит об определенной серьезности отношений, о некотором уровне посвящения. Когда вы начинаете целоваться в рамках приличия, это значит, что все очень серьезно. Каждый шаг сближения – это знак все более и более глубокого посвящения друг другу. Но при влюбленности все как раз наоборот. И это подводит нас прямо к десятому пункту – нежности. Любящие люди не спешат проявлять нежные чувства, а сначала стремятся узнать друг друга. Видите ли, в нежности нет ничего плохого, это замечательно. Но если вы хотите думать не только эмоциями и гормонами, но и головой, лучше не спешить и приберечь нежность для более позднего этапа отношений. В случае влюбленности нежность обычно прорывается гораздо раньше, иногда с самого начала. Разрешите привести вам одно место из Писания, 13 главу Второй книги царств. Это история о Фомаре и Амноне, одном из сыновей Давида. Этот человек на самом деле не любил Фомарь, а просто был одержим пухотью и взял ее силой. Это интересный отрывок. Амнон отказался следовать Божьему порядку, ведь Фомарь предложила, «Знаешь что, мой отец наверняка отдаст меня тебе, только спроси его, мы могли бы пожениться, давай поступим по правилам». Но вместо этого он ее изнасиловал. И далее в Писании идет очень интересная фраза, потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть была сильнее любви, какую имел к ней. Если бы мы решили исследовать Библию и найти беспроигрышный способ разрушить отношения, то это было бы вот что. Смело вступайте в физический контакт и выражайте нежность до того, как у вас будет посвящение, глубокие чувства и настоящая любовь друг к другу. А как у вас с этим критерием? В или Л? Одиннадцатый критерий – это постоянство. Любовь обычно бывает прочной, влюбленность возникает и исчезает внезапно, непредвиденно. Знаете, по телевизору показывают всякие развлекательные передачи из жизни звезд. Я воспринимаю их только в небольших дозах, но иногда интересно посмотреть. Там часто показывают Камерон Диас, или Джулия Робертс, или Дженнифер Лопес, или кто там сейчас на гребне волны. И дальше ведущий рассказывает, вот куда привел ее жизненный путь. Немного истории. Два года назад она была с тем-то и тем-то, потом с тем-то и тем-то, а сейчас вот с этим. Ну а если речь о Дженнифер Лопес и Бенни Аффлеке, тогда варианты таковы – встречаются, не встречаются, встречаются, не встречаются, и опять встречаются. И знаете, у меня прямо сердце болит за них. Помню, как-то я читал интервью с Джулией Робертс, и она сказала примерно так. «В отношениях мне всегда нравится период первой любви, а потом не пойму, что происходит». Но потом у меня обычно ничего не получается. Подумать только. Ведь она красивая девушка, и, судя по всему, неплохой человек, и в то же время она не отличает влюбленности от любви. Поэтому в течение от полутора месяцев до полутора лет она держится на влюбленности, а когда влюбленность проходит, находит нового партнера, а потом следующего, следующего. И это с нее мы берем пример. И со всяких там Бритни Спирс, идущих по ее стопам. И знаете что? Думаю, Богу очень больно на это смотреть. Я не хочу критиковать звезд, у меня нет к ним антипатии, мне их искренне жаль. Думаю, они самые несчастные люди на свете. У них есть все, что якобы приносит счастье, слава, красота, деньги, неограниченные возможности, но у них нет самого основного, у них нет надежных отношений. И не знаю, как вы, а я бы с ними не поменялся ни за какие деньги. Бог хочет, чтобы вы были богаче всех, и их богаче в том, что по-настоящему ценно. Для этого нужно понимать, что такое настоящая любовь. Это не только эрос. Это эрос, филио и агапе. Также для этого нужно честно и беспощадно рассмотреть все 12 критериев и определить, что это у вас. В, то есть влюбленность, или Л, то есть настоящая любовь. И возможно, некоторые из вас пришли сюда с парнем или девушкой, и пока что ваши ответы на тест примерно такие В, 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 одна или две Л, и опять В, 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 и вы понимаете, что это не любовь. Вы уже не раз проходили этот порочный круг, и вам нужно остановиться. Возможно, многим из вас лучше расстаться. И всем, без исключения, кто далеко зашел физически, нужно остановиться и сказать друг другу, «Я пока не знаю, от Бога ли наши отношения, но в любом случае мы должны строить их правильно». Разве вы не знаете, к чему это все ведет? Чем закончились ваши предыдущие отношения? Весь наш курс говорит о любви, сексе и длительных отношениях. Он говорит о том, что Бог хочет вам помочь. Он не хочет, чтобы вы испытали боль. Вас не обязательно должен ожидать развод. Вас не должны ждать многочисленные партнеры. У Бога для вас особый, чудесный, потрясающий план, но вы должны следовать его указаниям. А как насчет вас? Как бы Бог оценил ваши отношения сегодня? Что вы ставите себе за постоянство? В или Л? И, наконец, двенадцатый критерий. Способность ждать. Любящим людям, разумеется, не безразлично, если их отношения очень затягиваются. Например, откладывается свадьба или другое важное событие. Они не стремятся продлить ожидания, если только этого не требует мудрость, однако не чувствуют непреодолимого желания иметь все прямо сейчас. В противоположность этому, влюбленные люди часто хотят пожениться как можно быстрее. Любое промедление для них нестерпимо. Оно воспринимается как отрицательный результат, а не как время для подготовки. Разве не так? Когда вы любите человека, вы можете и подождать. Вас не толкают вперед гормоны и непреодолимые чувства. Помните об Иакове и Рахиле? Он ждал ее семь лет. И Библия говорит, что они пролетели как один день. Почему? Он любил ее. Он высоко ценил и любил ее. Так как же узнать, любовь ли это у вас? Во-первых, нужно знать, что такое любовь, ее определение. Во-вторых, нужно уметь отличать любовь от влюбленности. В заключительной части занятия я хочу поговорить о том, как развивать отношения с любимым человеком. В браке вы или нет, это вам пригодится. Что делать дальше? В ваших книжках есть картинка на эту тему. Пожалуйста, посмотрите на нее внимательно. Это равносторонний треугольник, и в центре написано «любовь». Его нижняя сторона основания – это любовь Агапе. Ее суть в том, чтобы относиться к другому, как к брату или сестре во Христе, любить самоотверженно, давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он этого меньше всего заслуживает. Это заботиться и защищать. Это хранить отношения в чистоте, не желая причинить другому какой-либо ущерб. Не связывать себя узами физических отношений до тех пор, пока вы не посвятите себя друг другу на всю оставшуюся жизнь. Любить такой любовью – значит руководствоваться заботой о благе другого человека, а не своими чувствами. Правая сторона треугольника – это любовь филио, или тесная дружба. Это время, проводимое вместе, прогулки, общения, разговоры о самом сокровенном. И потом есть еще эротическая любовь, то есть интимные отношения, когда вы как супруги наслаждаетесь тем, что дал вам Господь, что укрепляет ваш союз. Но главное, чтобы вы поняли вот что. Необходимо сочетание этих трех частей. Нужно взращивать все три вида любви. Сейчас я хочу обратиться отдельно к тем, кто еще не создал семью. Если вы не женаты или не замужем, то вот что я вам скажу. Чувства и физический контакт возможны только после того, как вы будете послушны Богу и будете посвящены другому человеку. Это ключевая фраза. Прежде всего, слушайте Бога и будьте посвящены другому человеку, и только за этим могут следовать чувства и физический контакт. Просто примите решение. Я не буду выражать свои эмоции, не буду вступать в физические отношения до тех пор, пока Бог не откроет эту дверь, и я не буду знать, что это его воля. А откуда вы будете знать, что это его воля? Нужно узнать другого человека, увидеть его характер, его отношения с Богом, понаблюдать за ним множество раз в самых разнообразных ситуациях. Ведь вы ищете длительных отношений, вы ищете того, кто может стать вашим спутником на всю жизнь. И знайте, что если вы будете сдерживать свои чувства и не будете спешить с физическими отношениями, Бог будет вести вас, и все произойдет в должное время и так, как нужно. Мы поговорим об этом больше на следующей встрече. Гораздо проще строить отношения, если вы не привносите в них весь багаж своей прошлой жизни. А перед этим мы узнали, что даже если у вас есть этот багаж, у вас также есть Бог, который может забрать его, простить вас, очистить и восстановить. Молодые люди, пожалуйста, прислушайтесь к голосу Отца. «Я люблю тебя». Прежде всего, слушайте Бога, и только за этим могут следовать чувства и физический контакт. А теперь я обращаюсь к семейным людям. Нужно взращивать все три вида любви. Послушайте внимательно. Определите, в какой любви больше всего нуждается ваш супруг, и дарите ему такую любовь в знак поклонения Богу. Не нужно отвечать мне вслух, но сейчас я задам вам, женщины, гипотетический вопрос, а потом тот же вопрос задам мужчинам. Представьте, что мы общаемся втроем, вы, я и ваш муж. Я показываю вам этот равносторонний треугольник. Вы помните, правая сторона – это дружеская любовь, левая – эротическая, сексуальная, чувственная, а основание – любовь – ага, попитающая и ту, и другую. И вот я отдаю вашему мужу ручку и говорю, снимите колпачок и поставьте жирную галочку возле дружеской любви или возле эротической, возле той, которая вам не достает в ваших отношениях. Как вы думаете, что бы он отметил? Есть ли у вас хотя бы смутное представление? Хотя бы догадка о том, где бы он поставил галочку? Я уверен, что вы думаете так. Он поставит большую жирную галочку возле любви Филео. Он скажет, дорогая, я так хочу больше смотреть в твои глаза, давай почаще гулять по набережной, я хочу просто болтать с тобой ни о чем, давай пойдем по магазинам или вместе займемся чем-то интересным, я хочу излить тебе душу. Он придет ко мне на консультацию и скажет, Чип, не пойму, что с ней такое, она не хочет открыться передо мной, не хочет общаться, вообще не разговаривает, все, что она делает, это смотрит футбол по вечерам. Ну, женщины, мы с вами хорошо повеселились, а теперь мужчины. Представьте, что я дал ручку вашей жене. Что бы она отметила? Я служил пастором более 20 лет и слышал, как сотни из голодавшихся женщин говорили, знаете, я чего-то не понимаю. Я знаю, что Бог создал секс. Но когда мужчина даже не смотрит мне в глаза, отказывается мыть посуду, не помогает по дому, когда он держит свое сердце на замке и не делится своими мыслями, когда он не впускает меня в свой мир, то ночью я чувствую, что меня просто используют, и мне это не нравится. Это противно и скучно. Вы должны понять, что в любви все взаимосвязано. Но вот что происходит в браке, и это очень печально. Знаете, как мыслят мужчины? Я общаюсь со множеством мужчин, и никто об этом прямо не говорит, но они намекают, и мне приходится говорить это за них. Если моя жена будет проявлять больше энтузиазма в интимных отношениях, я начну чинить все поломки, я стану с ней откровенным, как ей хочется, я буду рассказывать ей о своей жизни, и я даже схожу с ней к консультанту. Ну что же это в самом деле? Мне ведь казалось, что я ей нравлюсь до свадьбы и первые пару лет, а сейчас от этого ничего не осталось. А тем временем жена идет на библейский урок, а потом на чашечку кофе с лучшей подругой и говорит ей, «Я так одиноко, не знаю, как быть, я так разочарована». Он хочет интимных отношений, а мне нужно смотреть за детьми, заполнять квитанции. Такое чувство, что у меня и так четверо детей, а он ребенок номер пять, я хочу, чтобы мой муж был мужчиной, лидером, чтобы он вел нас в молитве, чтобы он разговаривал со мной, чтобы он, наконец, вырос и вел себя как мужчина. Если бы он это сделал, я думаю, я бы с радостью встречал его в спальне. И вот что я отвечу вам обоим. Обратитесь к основанию треугольника, где написано «Агапе». Любить такой любовью означает давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, что соответствует его языку любви, тогда как он меньше всего этого заслуживает. Мужья, как бы ни вела себя ваша жена, в знак поклонения Богу, попросите у него сверхъестественной силы и начните дарить ей любовь филио. «Жены, я призываю и вас к тому же». Не нужно ждать, пока он справится или выдвигать условия. Нет, нет, нет. Любовь Агапе не думает об ответной реакции. Вы делаете это даже не для мужа, не для жены. Вы делаете это в знак поклонения Богу. Если вы решитесь на столь радикальный шаг, Бог преобразит ваши отношения. Да, Он преобразит ваши отношения. Все привыкли выжидать, кто сделает первый шаг. Начните с себя. Подарите мужу или жене то, что лучше всего скажет им о вашей любви. Не потому, что Он этого заслуживает. Без всяких «если» и «за то, что». Просто потому, что Бог подарил вам любовь, и вы хотите любить так, как Он. Любовь никогда не перестает. Она терпелива, добра, не вспоминает былого. Она заботлива, не груба, не хвастлива. Она сосредоточена на другом человеке. Это та любовь, которой возлюбил вас Господь. Такая любовь – это ваш выбор. Хочу завершить небольшой историей, которую я прочел, кажется, в журнале «Гайдпост». Она написана от лица биржевого брокера. Похоже, что в какой-то момент он вдруг осознал все то, чему мы с вами сегодня пытались научиться. Вот что он пишет. «По дороге на нашу дачу на берегу океана я дал себе обещание. В течение двух недель я постараюсь быть любящим мужем и отцом, любящим на все сто процентов, без всяких «если» и «но». Эта идея посетила меня, когда я слушал одну кассету. Там кто-то цитировал библейский отрывок о том, что мужья должны заботиться о женах. Дальше этот человек сказал, «Любовь – это волевое решение. Человек может сделать выбор в пользу любви». Мне пришлось признаться себе, что с женой я вел себя как эгоист, и что наши отношения притупились из-за моей черствости. Я доставал ее по мелочам. Меня раздражала ее медлительность. Она постоянно опаздывала. Это выводило меня из себя. Я всегда считал, что телевизор должен быть включен на моей программе, ведь она важнее. Я выбрасывал вчерашнюю газету, хотя знал, что жена хотела ее почитать. Но меня раздражало, что она валяется посреди комнаты. Что же, на две недели все должно было измениться. Я решил провести эксперимент. Едва увидев Эльвиру в дверях, я поцеловал ее и сказал, «Твой новый желтый свитер очень тебе идет». Она ответила, «О, Том, ты заметил?» Она была приятно удивлена и, наверное, немного озадачена. После долгой дороги мне хотелось усесться в кресло и почитать, но она сказала, «Ты не хочешь пройтись по пляжу?» Я начал отказываться, но потом подумал, ведь она всю неделю была одна с детьми, и теперь ей хочется погулять со мной. Поэтому я сделал выбор. Мне не хотелось это делать, но мы пошли гулять по пляжу. Так продолжалось две недели. За это время я ни разу не позвонил к себе в компанию на Уолл-стрит, директором которой я являюсь. Более того, мы даже ходили в музей ракушек. Терпеть не могу музеи, но у меня было хорошее настроение, и, по правде говоря, мне понравилось. Весь отпуск я чувствовал себя легко и счастливо. Я просто сделал выбор любить свою жену. Это был выбор, не чувство. В моем эксперименте, однако, вышел один маленький просчет. Мы с женой до сих пор смеемся, вспоминая об этом. В последнюю ночь на даче мы собирались ложиться спать, и вдруг жена посмотрела на меня печальными глазами. «Что случилось?» спросил я. Она ответила, и в ее голосе звучала обеспокоенность. «Ты знаешь что-то, чего я не знаю?» «О чем это ты?» спросил я. «Ну, помнишь, месяц назад я проходил обследование. Может быть, доктор сказал тебе что-то о моем здоровье?» «Том, ты так хорошо со мной обращаешься? Я что, скоро умру?» Последовала небольшая пауза, а потом я рассмеялся, «Дорогая», и я огнял ее за плечи, «Дорогая, ты не умираешь!» «Это я только начинаю жить». Вы хотите, чтобы у вас были такие отношения? Это возможно. Это возможно. Сделайте выбор. Вначале ответьте на первый вопрос. «Что я испытываю, любовь или влюбленность?» А потом сделайте шаги в нужном направлении. Четко уясните, что такое настоящая любовь. Она основана на сверхъестественной Божьей любви Агапы и включает близкую дружбу и интимные отношения правильным образом и в должное время. Признаюсь честно, я очень люблю рассказывать эту историю. Я люблю ее рассказывать, потому что это реальная история, показывающая силу любви и разницу между любовью и влюбленностью. Итак, мы с вами хотим разобраться в этих вопросах и научиться любить. И сейчас я спрошу кое-что сначала у людей холостых и незамужних, а потом у семейных. Если вы не состоите в браке, может быть, встречаетесь с кем-то, а может и нет, ответьте на такой вопрос. К чему вы больше склонны? К любви или влюбленности? Знаете ли вы, как их различить? Если у вас есть парень или девушка, и вы честно оценили ваше отношение по тесту, поставили L и V, скажите, стоит ли вам оставаться в этих отношениях? Соответствуют ли они Божьим стандартам любви? Или это просто пылкие и беспочвенные чувства? А теперь вопрос к семейным людям. Что было бы, если бы на этой неделе вы сделали то же, что герой нашей истории? Вы ведь знаете, что помогает вашему мужу или вашей жене ощутить вашу любовь, нравится вам это или нет. Что если на предстоящей неделе вы просто превзойдете себя и будете дарить своей второй половинке любовь так, чтобы она действительно ее ощутила? А через неделю вы придете на следующее занятие и расскажете своей группе, что произошло. И, наконец, откройте, пожалуйста, свое учебное пособие и посмотрите на вопрос номер один. В нем я прошу вас оценить, какой из критериев любви больше всего задел вас за живое. Например, если бы я был в вашей группе, я мог бы сказать, как по мне, то седьмой критерий попал прямо в цель. И вот почему. Итак, пусть каждый скажет, какой критерий задел его и почему. И давайте учиться любить Божьей любовью. Давайте понимать, что влюбленность это прекрасное чувство, но не обязательно его объект должен стать вашим избранником на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин